Здравствуйте! Лет 10-12 назад на одном из ныне мертвых форумов ходила шутка о том, что каждый 3D-шник в своей жизни должен отрендерить три вещи. Автомобиль, мобильный телефон и флакон с духами. Тогда деревья были выше, трава зеленей, очень много требовалось 3D-шников в рекламе, и отсюда, собственно говоря, составление портфолио, композиция. Но, как вы сами понимаете, времена изменились, пришло много новых специалистов, увеличилась конкуренция, и те люди, которые к этим трем позициям добавили просто наручные часы и шампунь, вполне благополучно устроились в индустрию, как игровую, так и рекламу и видео. Сегодняшний мой доклад ориентирован в основном на людей, которые только хотят влиться в игровую индустрию в качестве 3D-художников. Я тоже очень сильно люблю хардкорные композиции, вроде гигантских, огромных, поражающих воображение железных роботов, подвалы с адским пламенем и пыточными. Но работаю я несколько в другой компании, где востребован более плюшевый такой казуальный стиль. И с этой точки зрения я буду рассказывать, представлю свое видение индустрии, сделаю некоторые прогнозы, которые, как мне кажется, будут востребованы, какие специалисты будут востребованы в будущем. Упоминая слова казуальный, хардкорный, я думаю, что будет ясно из контекста. Здесь можно отнести это и как к игровым механикам, так и к арт-стилю. Но из контекста будет понятно, что я имею в виду. Давайте начнем. Первый взгляд. Я не знаю, насколько мы сейчас можем… А, нет, это не то. Первый взгляд, первое, что мы просматриваем, первый взгляд, которым мы смотрим на портфолио кандидата, это то, как и где применить навыки кандидата. То, в каком сегменте мы сможем применить кандидата наиболее эффективно. Игрострой, как таковой, уже давно вышел из своего детского возраста, и мы уже давно стали полноценной индустрией. Поэтому слова «эффективность производства» для нас являются определяющим понятием. Как и где, на каком сегменте пайплайна мы смогли бы применить навыки кандидата. Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, это не зазорно и очень правильно будет подготовить портфолио специально под студию, в которую вы устраиваетесь. И второе, это увеличить, расширить диапазон проектов, стилей, методик, с которыми вы работаете. То есть, кандидат и соискатель сколько угодно может хорошо хрюкатать, как зелюк, но если пайплайн требует, чтобы все порялись по нове, это будет решающим. Портфолио и резюме. Я не знаю, насколько мы сейчас готовы к интерактиву, но тем не менее. В резюме, в личных качествах, в графе «Личные качества» кандидаты в основном пишут такие вещи, как трудолюбие, усердие, способность работать в команде, самокритика. И один из интересных моментов, что сравнивая режиме кандидата, то, что он написал в личных качествах, и, с другой стороны, то, что мы видим в портфолио, то, что ревьювер может сделать для себя несколько выводов о кандидате. И зачастую даже узнать, что кандидат именно… Возможно предположить о том, что кандидат либо не совсем откровенен в резюме, либо просто не совсем четко представляет свои слабые и сильные стороны. Обычно пишут… Я выделил самые основные, которые можно как раз определить. Это то, что пишут в резюме. Навыки работы в команде, ориентация на результат, автономность и желание развиваться. Кстати, надо отметить, что навыки работы в команде и автономность – это совсем не взаимоисключающие понятия. Потому что в команде вы должны будете в какой-то момент, где у вас больше, выше компетенция, взять на себя управление проектом, управление процессом разработки. И как эти личные качества можно изобразить в своем… То есть как их раскрыть в своем портфолио. Удобство и доступность. То есть навыки работы в команде и удобство и доступность. Дело в том, что очень сложно продираться через мегабайты картинок с дурацкими названиями вроде 1.1.1.2.2 или апрель-май 2018. Собственно говоря, если тебе присылают архив, который нужно сначала скачать, раскрыть, посмотреть его, это означает, что кандидат не совсем хорошо представляет, что такое работа в команде. Он не позаботился о ревьюере, не позаботился об HR и поэтому где-то даже запорол. Отдельно здесь, наверное, стоит указать такую вещь, как деморил. В геймдеве и игростроя деморил лучше не применять, если ваша специализация не подразумевает именно движение. То есть если вы аниматор, деморил хорош. Но деморил сам по себе без простых картинок, он очень неудобен. Надо сказать, что сам процесс отсмотра портфолио кандидата довольно долгий. В первую очередь мы просто либо в дороге, либо в аэропорту сейчас посмотрел с телефона резюме кандидата, его портфолио, конкретные картинки. И если там вдруг будет деморил, то мне очень сложно будет просто бегать по этому деморилу и отсматривать работы. Дальше, наверное, так. Ориентация на результат и завершенность. Очень странно видеть в резюме в графе личные качества вот эту самую ориентацию на результат и наблюдать в то же самое время в портфолио кучу незавершенных работ. Випы, только моделинг. 10 тысяч топоров, которые никак не раскрашены, не завершены, не закончены. Автономность. Автономность. И я здесь провел параллель. Наверное, вот портфолио должно отражать вкус, художественный вкус исполнителя. Здесь, наверное, все-таки стоит больше раскрыть и расшифровать. Дело в том, что в вашем портфолио желательно показывать именно ваши работы, которые вы делали сами изначально и до конца. Есть очень много примеров, когда я вижу в портфолио хорошие, качественные работы, но которые сделаны под арт-дирекшеном вашего лида. То есть фактически портфолио отражает не профессиональные качества соискателя, а профессиональные качества лид-артиста этого соискателя с предыдущей работой. И да, больше мы должны в портфолио максимизировать именно свои личные проекты, свои личные работы. Желание развиваться. А в портфолио оно должно показывать потенциал развития художника как такового. То есть в портфолио актуально. Я в портфолио вижу очень много работ, сделанных по туториалам. Множество вообще гранат, которые скачаны, сделаны по тутору. На стиме, по-моему, он где-то был. Желание развиваться. Хотелось бы как раз рекомендацией сделать не ту же самую гранату, а хотя бы другую. То есть показать, чему вы научились, делая этот самый туториал. Точно так же в желании потенциал и желании развиваться хочется видеть работы, хочется видеть потенциал соискателя, когда он именно… Ну, учится, что ли? Да, наверное, все-таки. Учится, следит за индустрией, за последними техниками. Очень странно видеть работы, выполненные по допотопным пайплайнам. Это вот стандартный… Я в ZBrush сделал, не знаю, там кубик, выдавил в нем парочку фейсов и совершенно не знаю, что такое декали, атласы и фейс вертек нормал. Давайте перейдем к следующему слайду. Объем портфолио. Самый основной вопрос – это сколько? На самом деле это только поверхность. Вот здесь хотелось бы, чтобы в портфолио было видно не просто сколько, а именно отношение количества и качества проектов. Соотношение количества и качества проектов. То есть у вас должны быть максимально качественные завершенные проекты, но их не так много. В то же самое время они должны отражать весь спектр ваших навыков. Умеете анимировать – отлично, будет прекрасно, если вы и анимационный ролик в портфолио предоставите. На мой взгляд, 5-9 проектов в портфолио вполне хватает, но здесь нужно руководствоваться принципом. По-английски он звучит как less – won't, few – can, enough – will. И на русский это можно примерно перевести как мало – не взлетит, несколько – могут, а достаточно – точно сработает. Доработка имеющихся проектов. И что сделать, если у вас после курсов в портфолио представлены только мотоцикл, топор и домик какой-нибудь. Ответ прост. Надо портфолио доработать, добавить больше проектов, больше моделей, ну и довести их до конца. Отрубить все ненужное, пририсовать то, чего не достает, и обработать напильником. Хотя с этого ракурса он больше похож на рашпиль. Освещение, заземление и подача – это набор практических и практических именно приемов, методов, которые при минимальных трудозатратах дают очень большой результат и презентабельно для вашего портфолио. Первое, что здесь можно сказать о простом студийном освещении и шейдинге. На модели даже классическая схема с тремя источниками света как ключевой, заполняющий и контровой, по-моему, по-русски. Называется. Это просто студийное освещение даст большой, гигантский буст к презентации вашей модели. А если вы в конце откажетесь от серого материала флатшейдинга так называемого и просто разобьете модель по градациям серого и еще поиграетесь где-то с рафно, с микротекстурой, это даст вам существенный буст в вашей картинке. Здесь, кстати, наверное, стоит отметить, что у контрового света не включены тени, но это сделано исключительно в целях презентации. Заземление. Так, под техникой заземления я... Ты вообще, наверное, в англоязычной индустрии предполагается ряд техник, которые могли бы вписать, то есть расширить пространство вокруг объекта. На практике это может означать, что для вашего персонажа желательно подготовить и сделать какой-то простенький пьедестал. Для домика маленькую диораму. Ну, то же самое касается... Представьте себе танк, ползущий по руинам какого-то города. То есть набросав парочку кирпичиков, обломков, арматуры раскидав, танк уже будет смотреться лучше. Здесь конкретно выбран кейс с тем самым пресловутым топором. Как можно вытащить один простенький топор? Первое. Этот топор нужно сдублировать и добавить к нему еще щит. Следующие вот этапы. С освещением и доработкой. Объекты простые, времени много не требуют, но эффект дают. Также можно представить, что у вас винтовку положить на какой-то, не знаю, амобокс, ящик с боеприпасами, раскидать гильзы, сами боеприпасы, где-то брезентом накрыть. На самом деле это все не требует много времени, но тем не менее дает очень хороший буст презентации. И вот сама подача. Подача. Здесь, кстати, можно, наверное, отметить, что, во-первых, для восприятия модели можно использовать все элементы фона. Фоном можно сделать как простенький градиент, так и стилизовать это все барахло под чертеж какой-то. Здесь в подаче можно обозначить детали проекта, сколько вершин, треугольников, время, которое. Написать историю девайса какого-то, тем более, что наверняка при создании вы думали уже об этом и придумывали, как что работает. Представить схему blast, explode, или как это называется правильно, когда у вас отдельные детали. Ну и не забывать о том, что существует композиция. Здесь вот примитивно нарисовано на примере золотого сечения. Для лучшего понимания, что это такое, я рекомендовал бы просто загуглить по словам Iconic Cinematic Shots. У Стэнли Кубрика, кстати, очень хорошо с композицией и подобными линиями построения кадра. Теперь, как это должно выглядеть на отдельных проектах. Отдельные проекты наиболее эффективным, как мне кажется, представлением отдельного проекта будут вот следующие этапы. Это основной кадр, который по-английски называется beauty shot. облет с текстурами, это turnaround shaded, облет с сеткой, turnaround wireframe, детали и 3D-презентация. Основной кадр. Здесь можно делать что угодно практически. Играться с фоном, задымлением, освещением, использовать на полную 2D-постобработку. Здесь вот даже он выбирается и чуть-чуть заезжает на панельку dev gamma. Облет текстурный, turnaround shaded. Все понятно. Здесь этот бот симметричный практически, поэтому 3 кадра это оверкил. Хватит и 2. Терн-араунд и облет должен показывать модель со всех сторон. То есть спереди и сзади. То же самое с сеткой и так называемым flat-shade. я не вижу смысла комментировать. Единственная подсказка небольшая для flat-shade обличный блин срабатывает на ура. Единственное нужно будет в нем выключить отражение. Детали. По деталям тоже я думаю что слайд показывает все необходимые и нужные моменты. Единственный момент который хотелось бы выделить это то что для каждого шота для каждого кадра изображающего детали желательно иметь свой отдельный light-rig. То есть чтобы детали были освещены иначе чем основная сцена. Просто для того чтобы изобразить подать в лучшем свете детали проекта. 3D презентация здесь говорить особенно не о чем. Вы можете вполне себе использовать как Sketchfab так и Marmoset Viewer когда модельку вашу можно покрутить посмотреть с разных сторон какие использовались текстуры. Но как уже говорилось в первой части доклада не все девайсы поддерживают это и не всегда возможно вернуться к этому. То есть это прекрасное дополнение как деморил. один из древнейших холиваров это дженералисты так называемые и специалисты. То есть либо мастер на все руки швец жнец на туде игрец либо тот который идеально делает что-то одно но очень хорошо. Обычно представляют генералисты именно вот так вот. Здесь пять компетенций которые стандартные для CG индустрии. Некоторые продлевают это и переносят в несколько другое пространство. Допустим vehicle artist environment artist и character artist. Многие даже думают что генералист может делать не столько а вот примерно так. Еще меньше чем все остальные. А специалисты по их мнению выглядят вот так. То есть я сверх квалифицирован в моделинге. Но на самом деле как мне кажется хотя и мы очень многим оба специалиста все выглядят вот примерно так. По трем категориям моделинг текстуринг лайтинг анимации композинг которым можно вести кстати и спецэффекты отдельные у нас вот там действительно нужна специализация. Так еще наверное хотелось бы сказать о том что дженералист специалист в данный момент и в будущем как мне кажется будут востребованы именно в геймдеве и игрострое дженералисты люди которые могут делать все на достаточно хорошем уровне. Начинающий художник должен подтянуть как минимум и то есть обладать как минимум тремя компетенциями в сфере моделинга текстуринга и освещения чтобы просто презентовать свою работу. Я очень часто от западных наших коллег слышу о том что портфолио и вообще нужно специализироваться. Такой подход как мне кажется связан больше вообще с культурой трудовых отношений на западе. У нас в постсоветском пространстве все чуть-чуть по другому. Там работают в основном по контрактам у нас в основном работают по трудовому договору. И там действительно допустим для съемок фильма кстати это у нас тоже работает. Для съемок фильма вам нужен будет художник который идеально рисует лошадей. Но он нужен вам будет для производства фильма только на короткий срок. Допустим в современном кинематографе в России очень редко можно увидеть контракты художников длящиеся больше года. Здесь все зависит от того что вы хотите куда устроиться в студию разработки в аутсорс студию и над какими проектами работать. На этом наверное все. Давайте перейдем к вопросам. Мне остается пожелать вам только красивых рендеров. Спасибо Николай. Я смотрю тут какие-то подарки ждут тех. Да. Здесь мне предоставлена честь вручить рюкзаки подарки небольшие от G5 для людей которые зададут для пяти людей которые зададут лучшие вопросы. Давайте начнем с вопросов тогда. Да. Поднимайте руки у кого есть вопрос и кто хочет рюкзачок. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Как обстоят дела с софтом? То есть если специалист моделлер от бога но он работает не на софту который встроен ваш pipeline. С софтом все очень просто. Есть корневые пакеты которые являются стандартом для индустрии. Это как правило Max и Maya. То же самое касательно с рендером сейчас чуть-чуть по-другому но в основном используется в V-Ray. люди которые специализируются на пакетах вроде мода что там еще матбокс еще Blender с Blender кстати все хорошо Blender по моим последним сведениям ну и данным статистикам которые я собирал очень много 3D художников сейчас переходит на Blender я бы сам переполз если бы там не была такая ужасная анимация и констрейны мне это проще делать все-таки в мае и вопрос у вас был что делать если я специализируюсь делаю в моде очень просто вы можете моделить в моде для этого он и предназначен а все остальные компетенции как текстуринг и освещение подтягивать в том же самом 3D Max это по-моему наиболее выигрышная стратегия на сегодня следующий вопрос мне интересно можно ли например быть задействованным в игровой индустрии в 3D сфере занимаясь по сути только не знаю концепт-артом и созданием каких-то красивых рендеров то есть не обязательно уходить в лоу-поле работать сеткой и так далее практически нет на сегодня по крайней мере это так это действительно один из фетишей 3D художников о том что мы будем не просто рядовыми какими-то моделерами исполнителями а как не знаю там рыбак булгаров буду концепт-артистом но на практике это больше относится именно к фриланс артистам в индустрии именно по продавому договору как я уже сказал больше востребованы именно генералисты и по-моему просто мне как нанимателю человек который умеет там только персонажа делать и отказывается делать все остальное он мне просто не выгоден я не могу его кормить и содержать на этом поэтому я рекомендую вам все-таки расширить свои специализации спасибо здравствуйте у меня вопрос если я из другой индустрии там вот из визуализации хотя бы перейти что именно востребовано в плане моделинга если бы я хотел делать портфолио какие именно модели то есть с какой стороны заходить чтобы впечатление а что вы имеете ввиду под визуализацией моделирование интерьера экстерьера ландшафт и в ту сторону это кстати прекрасный вопрос дело в том что как вы наверное вы знакомы с таким жанром как hidden object games вот у нас сейчас как раз есть кейс что мы набираем людей которые имеют опыт работы с интерьерами просто потому что hidden object games как правило они очень плотно связаны с визуализацией именно этих самых интерьеров экстерьеров и прочего так что интерьерщику сейчас в геймдев именно в геймдев казуальный войти очень легко здесь нужно просто чуть-чуть подтюнить специализацию именно то есть работу со светом колористику ну и просто выбрать какой-то наверное не современный а иной стиль вот викторианская эпоха средневековье фэнтези очень хорошо заходит ну а по моделированию то есть какие модели по моделированию ну моделировать вы можете что угодно я бы рекомендовал ориентироваться на технику subdivision моделинга то есть вот если вы это освоите hard surface и прочее это будет той базой с которой вы уже сможете идти дальше спасибо есть еще вопросы ох сколько вопросов ладно давайте вот молодой человек здравствуйте у меня возможно дополнение немного к предыдущему вопросу вы говорили о том что вы предпочитаете генералистов но вопрос как часто вы нанимаете людей которые например специализируются жестко по текстурированию или по риггингу моделей и делаете вообще такое про по риггингу практически никогда ну то есть как я уже показывал на предпоследнем слайде человек который занимается риггингом он вполне себе может делать и отдельные пропсы и кстати вот если говорить о специализации человек то есть художник персонажник который не знает риг и анимацию он очень у него потенциал ограничен он просто не знает как правильно строить топологию сетку мы здесь опять же вспоминаем о том что нужно умение работать в команде просто генералист он зная все этапы разработки весь пайплайн весь продакшн он наиболее он лучше вписывается просто в разработку и эффективнее работает отсюда мы получаем продакшн спасибо у нас осталось время на еще один вопрос кого мы выберем вот молодой человек в первом ряду я к сожалению поднимите руки все кто хочет сейчас задать вопрос тогда наверное вот был справа справа сектора пардон спасибо большое такой вопрос как бы мы готовим шоу рил как бы нашей команды и там у нас 3д аниматор и 3д моделлер и у меня была такая идея чтобы ну сделать ну как бы в реальном времени как они это все моделируют только ускорить этот процесс кому-то будет интересно в портфолио смотреть эту всю историю как люди ну моделируют потом делают скелеты натягивают или лучше просто уже показывать готовые результаты то есть ну как бы вроде хочется сделать как-то креативненько но нужно ли так заморачиваться заморачиваться не нужно если вас будут нанимать как команду именно скорее всего с вами об этом поговорят и уточнят спросят но показывать это всем не имеет смысла совершенно то есть все гораздо проще да все гораздо проще спасибо большое спасибо спасибо Спасибо.